Эфир своего ТВ продолжает программу актуальное интервью в студии Заира Байчорова. Ставрополь получила дополнительные федеральные средства на реализацию национальных проектов. Благодаря этим поступлениям и софинансированию с краевого бюджета общий объем средств достиг без малого 20 миллиардов рублей. О том, как реализуется нацпроект здравоохранения в нашем крае, поговорим с первым заместителем министра здравоохранения Ставропольского края Юрием Литвиновым и заместителем министра здравоохранения Ставропольского края Натальей Звягинцевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Расскажите, пожалуйста, сколько дополнительных средств из федерального бюджета выделяется на реализацию государственных программ Ставропольского края в рамках нацпроекта здравоохранения? Вы на самом деле уже примерный порядок цифр озвучили, то есть это порядка 20 миллиардов, если быть более точным, это 18 миллиардов, 318 миллионов это средства федерального бюджета и без малого полтора миллиарда это средства краевого бюджета. Конечно, это очень серьезная сумма и мы убеждены, что она позволит ее вливание, то есть отрасль позволит нам улучшить качество, доступность медицинской помощи. То есть есть 20 миллиардов рублей, а вот на какие направления, какие направления в приоритете? Куда больше денег уделяется? Наверное, все-таки приоритетными являются проекты, которые направлены на снижение смертности, потому что сегодня это задача, которую ставит перед нами президент, это задача, которую перед нами ставит наш губернатор Владимир Владимирович. И мы, конечно, понимаем, что это необходимо и все свои усилия на это направляем. То есть это проекты, которые ориентированы на улучшение качества первичной медико-санитарной помощи, на улучшение помощи больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим пациентам. Конечно, детское здравоохранение и такие проекты, которые, с одной стороны, могут показаться сопутствующими, но, тем не менее, они тоже в своем содержании очень знаковые и очень необходимы, потому что являются, опять же, одним из таких фундаментальных в основе отрасли. Это кадровый проект, то есть медицинские кадры, это создание единого цифрового контура в здравоохранении. То есть все эти программы, которые реализуются в регионах России. Да, 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 да. И экспорт медицинских услуг. Этих 20 миллиардов, в общем-то, достаточно для того, чтобы реализовать все планы? Ну, я думаю, что на тот пятилетний отрезок, на который рассчитана реализация национального проекта, конечно, да. То есть наша задача качественная, эффективная и с максимальной отдачей реализовать вот те задачи, которые перед нами поставлены. Прозвучало, что в рамках одного из региональных проектов продолжается закупка медицинских комплексов передвижных. Сколько подобных уже работает с 2016 года? Сколько планируется закупить в ближайшем будущем? В общем-то, какие планы? Вы абсолютно правы, что в проекте есть такой раздел, такое мероприятие, как приобретение мобильных комплексов. В этом году запланировано приобретение 37 мобильных комплексов. На эти цели выделено более 420 миллионов рублей. Из них 280 миллионов – это средства федерального бюджета и 144 миллиона – это средства краевого бюджета. Приобретаются 4 мобильных фельдшерских пункта. Сразу вот, отвечая на ваш вопрос, озвучив, что у нас до этого ранее приобретались 2 передвижных мобильных пункта. Они работают уже сегодня, они не первый год работают в Кочубеевском районе и Патовском районе. И, надо сказать, что показывают свою эффективность для оказания помощи жителям села, особенно отдаленных сельских пунктов. Также, помимо мобильных фельдшерских пунктов, будут приобретены 24 передвижных флюорографа и 9 цифровых передвижных маммографов. То есть, тут тоже стоит оговориться, что у нас до этого, до всего дня, в принципе, передвижных маммографов цифровых не было. И это тоже одно из таких шажков, шагов по повышению эффективности проводимых лечебных мероприятий, профилактических осмотров. Я думаю, Наталья Валерьевна об этом может дополнить. Да, вот хочется как раз, говоря о медкомплексах, уточнить оснащенность их. Что они собой представляют? Юрий Витальевич сказал, что в рамках регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, мы приобретаем такое большое и поставлено уже практически все передвижные комплексы и фапы, и флюорографы, и маммографы. Но основная наша задача – это оказание медицинской помощи, особенно гражданам труднодоступных населенных пунктов, малых населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. И от 100 человек до 2000 человек, куда медицинская помощь оказывается на уровне первичной помощи, и куда хотелось бы, чтобы нашим гражданам оказывали помощь специалисты более узкого профиля. И да, оснащенность фельдшерско-акушерских пунктов – это электрокардиограф трехканальный, это клиника-диагностическая лаборатория, основные общие анализы, электрокардиографическая установка, она основана на теле дистанционной передачи и расшифровке потом специалистами и кардиологами. И хотелось бы отметить, что вот в рамках проекта «За здоровье», вот оказание профилактической помощи и оказание и приближение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи, у нас выезжают уже по 2021 году, по первому кварталу, по четырем месяцам уже выезжают и работают мобильные бригады, которые в том числе выезжают совместно с мобильными пунктами и с флюорографами, и с маммографами. Как Юрий Витальевич сказал, маммограф – это необходимость при проведении всех профилактических осмотров и укреплении здоровья нашего населения. Это профилактика и предупреждение онкологического заболевания у женщин после 40 лет, обязательное проведение маммографического обследования. Ну а флюорографическое – это, в принципе, 100% населения, которое должно ежегодно проходить флюорографические осмотры, чтобы предупреждение заболевания туберкулезом. А вот до того, как приобрели эти медицинские комплексы, людям нужно было ездить в районные центры, да, для того, чтобы… У нас были комплексы, которые получены были по национальному проекту в 2006-2007 году, но они не в таком достаточном количестве были. И они, конечно, уже морально устарели и физический износ. Поэтому вот обновляли весь этот парк и увеличивали парк для доступности и большего охвата населения передвижными такими бригадами. И еще хочу сказать, что помимо этого выезжают мобильные бригады как медицинских организаций в отдаленные населенные пункты своих районов, так еще выезжают специалисты краевых учреждений, краево-клинической больницы, краево-детской больницы. У них передвижные мобильные комплексы на основе КАМАЗ, где ездят узкие специалисты от 5 до 8 до 10 человек специальностей. По поводу программы Ставропольского края за здоровье. Хотела спросить, а какие именно узкие специалисты посещают труднодоступные населенные пункты? По заявкам медицинских организаций, вот краевая клиническая, детская, взрослая больница выезжают помимо основных специальностей, которые есть и в мобильных бригадах самих медорганизаций, выезжают врачи-неврологи, кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, выезжают ревматологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, то есть особенно те специалисты, которых, естественно, нет ни в районах, ни в городских больницах, либо они есть в единственном лице и не могут охватить большое количество населения, нуждающегося в этой помощи. А передвижной медицинский комплекс, он что собой представляет? Это автомобиль, который оснащен всем необходимым, и жители населенных пунктов приходят, и приемы ведется прямо внутри этого автомобиля, или они дислоцируются в ФАПах? Я не знаю, как это происходит? Ну, если говорить о передвижном фельдшерском пункте, то есть фактически это фельдшерский пункт на колесах, то есть он полностью оснащен в соответствии с табелем оснащения, так же, как и любой постоянно немобильный фельдшерский-акушерский пункт, то есть в нем есть все необходимое для оказания тех объемов помощи, которые предполагаются для данного структурного подразделения. И мы, конечно, понимаем, что это большое подспорье, потому что есть те населенные пункты, где у нас сегодня... Ну, ФАП, он не может просто находиться как факт, потому что там малое количество жителей, то есть, соответственно, вот для этих целей приобретаются эти комплексы. Мы их активно начали дополнительно использовать и при вакцинации сейчас, вот проводимой от новой коронавирусной инфекции. Если говорить о передвижных флюорографах и маммографах, то есть основу этого комплекса, конечно, составляет непосредственно установка, то есть цифровая установка, качественная, которая позволяет, в принципе, формировать снимки на цифровом носителе. И вот мы с вами в одной из передач уже говорили о цифровом контуре, о едином. Это вот та структура, которая, в том числе источник, который позволяет формировать архив медицинских изображений, который в дальнейшем у нас уже будет использоваться и будет прикреплен к пациенту, его изображение на всех этапах оказания медицинской помощи. Объем средств из краевой казны, ну, насколько я знаю, выделяются же средства из федеральной и краевой казны, да? Вот из краевой казны сколько выделяется и куда средств? Ну, я уже вот в начале нашего разговора сказал о том, что в целом на софинансирование мероприятий в рамках национального проекта из краевого бюджета за вот пять лет будет выделено полтора миллиарда рублей. Вот средства эти выделяются вот, ну, это софинансирование вот тех мероприятий, основных программных, которые определены проектами. То есть, допустим, если это передвижные комплексы мобильные, то 283 миллиона рублей там это федеральные средства, 144 миллиона рублей это средства краевой казны. Вот. Также, допустим, это идет, если мы говорим, ну, о любом мероприятии, то есть оно подразумевает участие края. А есть еще одна такая программа Ставропольского края, подпрограмма, да? Это кадровое обеспечение системы здравоохранения. Тоже очень важный вопрос. Давайте поговорим о специалистах. Вот что делается в данном направлении? Какие проблемы существуют? Да, вы абсолютно правы. И вот у нас есть самое вот полное понимание того, что ни одно самое современное оборудование не сможет работать без специалистов, которые обучены, которые имеют соответствующую квалификацию, которые постоянно работают над своей квалификацией. Здесь тоже нужно сразу оговориться, вот, что специальность медицинского работника, она подразумевает обучение, наверное, весь отрезок своей профессиональной деятельности. То есть нельзя ограничиться только получением диплома и дальше уже как бы забыть. Учиться нужно все время. То есть учиться нужно все время, да. И вот в этой части хотелось бы отметить, что в том числе вот программа подготовки медицинских кадров, она включает в себя мероприятия по непрерывному медицинскому образованию. То есть эта программа реализуется сейчас достаточно массово. У нас в Ставропольском крае в программе непрерывного медицинского образования зарегистрировано более 24 тысяч медицинских работников. То есть что это дает в этом? Это позволяет медицинскому работнику проходить образовательные семинары, вебинары, узнавать новое из своей специальности фактически без отрыва от производства. То есть имея компьютер, он может... Это онлайн-платформы, да? Да, да, да. Это онлайн-платформы. Это возможность пройти тестирование своих знаний, получить необходимую промежуточную оценку имеющихся знаний по изученной теме. И все это формирует в течение пятилетних отрезков определенное количество баллов должен набрать медицинский работник. Это является основанием для продления его сертификата специалиста и аккредитации его как специалиста. Вот причем это проводится и у врачебного персонала, и у среднего медицинского персонала. В целом за год у нас в рамках проекта предполагается, что повышение квалификации будут проходить более 3,5 тысяч медицинских работников на базе федеральных медицинских образовательных учреждений, и более 600 медицинских работников у нас будут обучены за счет средств краевого бюджета. То есть это вот, опять же, отвечая на ваш вопрос об участии краевого бюджета во всех региональных проектах. В части, постоянно повышение квалификации работников, да, медицинская сфера, это обязательно, то есть это обязательный пункт? Да. Или, в общем-то, факультативно? Это обязательно. То есть вот на самом деле и... То есть человек, который это не делает, он может, в общем-то, лишиться работы? Ну, в принципе, может деклассифицировать себя, и, конечно, он тогда не пройдет аккредитацию, не будет допущен к выполнению. То есть для того, чтобы ему вновь заниматься профессиональной деятельностью, его необходимо будет пройти определенное обучение, ну, я считаю, что это очень верная, правильная схема, потому что мы же говорим об оказании помощи людям, да, и о вопросах безопасности. То есть поэтому здесь это все вот ни в коем случае не встречает неприятия со стороны медицинских работников. Все это понимают, и мы очень признательны правительству Российской Федерации, и правительству Ставропольского края за то, что вот наш кадровый проект, он нашел такое существенное место в реализации национального проекта и получил финансирование дополнительное не только из федерации, но и из регионального бюджета. Ну, сейчас вот эта федера... В общем-то, любая сфера, она развивается семимильными шагами, цивилизация, и появляются различные технологии, оборудование, оснащение. Успевают сотрудники медицинской сферы вот за всеми этими новшествами? Особенно те, которые вот работают давно уже. Да, вот Юрий Витальевич сказал, что это, в принципе, вот кадровая модель совершенно новая. Если раньше специалист, неважно, врач или средний медицинский работник проходил повышение квалификации раз в пять лет, то теперь это непрерывное медицинское образование и портал, на котором они обучаются, непрерывное медицинское образование, в течение года специалист должен пройти там вот обучающие семинары, тренинги, различные модули. Вот даже когда в период пандемии, когда она началась, то все наши сотрудники, которые стали работать с коронавирусной инфекцией, они прошли определенный модуль, который так и назывался «Оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией». И в течение года специалист проходит несколько модулей, наберет определенное количество баллов. Как Юрий Витальевич сказал, проходит промежуточное тестирование. То есть это непрерывное образование, которое теперь совершенно новая модель подготовки наших кадров. А вот если говорить о специалистах младшего персонала системы здравоохранения, к ним какие требования, чему они учатся, кто их учит, в каких областях? Если говорить о младшем медицинском персонале, то, конечно, повторюсь еще раз, что вопрос обученности медицинского персонала это очень важный вопрос, в том числе и с позиции безопасности работы, осуществления их деятельности. Поэтому, конечно, требования в том числе и к обученности младшего медицинского персонала, они есть. Проходят обучение они в наших средних профессиональных образовательных учреждениях. То есть, соответственно, есть целевые программы по образованию младшего медицинского персонала. То есть этот процесс, он также параллельно идет. Отличие в том, что это менее продолжительные курсы обучения, ну и, соответственно, список вопросов, изучаемых, он касается специфики работы человека. Предлагаю сейчас поговорить о еще одной подпрограмме, называется Организация оказания медицинской помощи гражданам Ставропольского края. Как организована профилактическая работа неинфекционных заболеваний? Как специалисты Минздрава формируют активный здоровый образ жизни у наших земляков? Ну, структура профилактической службы в Ставропольском крае представлена центрами здоровья, кабинетами и отделениями. И мы понимаем, что та же пандемия внесла очень большие коррективы в здоровье наших граждан. Это в том числе увеличение заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения, от онкологических заболеваний, от болезни органов дыхания, болезни нервной системы. И поэтому, конечно, профилактической работе уделяется огромное внимание. И у нас в этой системе работает 45 медицинских организаций, 32 отделения, 15 кабинетов. Конечно, это направлено на снижение заболеваемости и предупреждение смертности от этих основных заболеваний, о которых я сказала. И большое уделяется внимание дистанциризации профилактическим осмотром. 2020 год у нас выпал в этом плане в связи с коронавирусной инфекцией. И вот мы в апреле стартовали, с 5 апреля, по диспансеризации профилактическим осмотрам. Нам необходимо в этом году диспансеризацию провести более полумиллиона человек, 506 тысяч человек, которых мы должны провести диспансеризацию, и 147 тысяч человек, которым должны провести профилактические осмотры. А кто должны проходить диспансеризацию? Диспансеризацию проходят определенные группы, ежегодно определяются возрастные категории, а после 40 лет это граждане, которые проходят диспансеризацию профосмотра ежегодно. Министром здравоохранения Российской Федерации Мурашко уделено огромное внимание этой профилактической работе, и она на мониторинге, и на контроле, и у губернатора, и у Министерства здравоохранения. Для проведения диспансеризации мы также будем использовать различные формы, как и мобильные выездные формы, так и осмотры в поликлинических подразделениях, как я сказала, в центрах и отделениях профилактики. И у нас создан в 2015 году Ставропольский краевой центр. Профилактики медицинской в 2020 году он был более расширен, и сформирован уже Ставропольский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Также у нас в регионе, в Ставропольском крае, создан координационный центр по укреплению здоровья, координационный совет по укреплению здоровья, общественного здоровья и медицинской профилактики, куда входят институты власти. Это Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство труда, общественные организации, пациентские организации, где в разрезе территорий мы рассматриваем в том числе и уровень заболеваемости, уровень смертности, какими рисками мы, какие риски у нас возникновения этих заболеваний. Также в этот координационный совет у нас ходят и представители самоуправления, это глав городских округов, муниципальных округов, где решаются вопросы профилактики и здоровья населения. Да, действительно, делается очень многое в этом направлении. Вот еще такой вопрос, работа санавиацией, как-то мы обсуждали уже эту тему, сколько вылетов совершили наши специалисты и чем отличается летающий врач, назовем его так, от классического, земного, с компетенциями какими-то особыми обладает? С 1 сентября 2020 года в Ставропольском крае возобновилось использование санитарной авиации для эвакуации пациентов. До этого был у нас фактически, наверное, больше 20 лет перерыв, вот с момента последнего вылета, да, то есть вот еще в той схеме организации санитарной авиации. В 2020 году была осуществлена эвакуация 66 пациентов. В этом году уже на сегодняшний день у нас вот с сегодняшним пациентом, который был эвакуирован с утра сегодня в больнице скорой медицинской помощи города Ставрополь, 44 вылета, 44 пациента эвакуировано. Ну, конечно, вот принципиально врач, который работает в бригаде на судне, на вертолете, он не отличается своими профессиональными навыками от доктора, работающего в медицинском учреждении. Единственное, конечно, они прошли дополнительное обучение, опять же, вот по навыкам работы в воздухе, на оборудовании, которым оснащен вертолет. Вот, хотя это оборудование, оно во многом похоже и схоже с оборудованием реанимобиля, автомобиля, вот, который мы все видим на дорогах, ярко-желтого цвета, да, от автомобиля скорой помощи класса С. То есть там есть реанимационное оборудование, которое позволяет, в принципе, фактически с места эвакуации оказывать реанимационную помощь в сопровождении врача-реаниматолога, медицинской сестры, которая находится на борту. Все те же умения, да? Да, навыки абсолютно те же. Ну, если что, умеет прыгать с парашютом, не дай бог. Ну, не дай бог, конечно, да. То есть вот поэтому нам, вот мы считаем, что этот вид помощи, он позволяет нам повышать, опять же, доступность специализированной помощи. Мы у нас в планах развивать и расширять объемы данной помощи, потому что есть сегодня разработанная стратегия развития экстренной помощи. И она вот подразумевает, вот, в том числе с использованием воздушных судов, связь всех учреждений Ставропольского края в единое целое. Ну, вот мы сегодня поговорили с вами, действительно, очень много программ, подпрограмм, проектов реализуется в Ставропольском крае в рамках национального проекта здравоохранения. Какова общая цель реализации всех этих программ? Что мы ждем в конечном итоге? И что ждет, в принципе, здравоохранение Ставрополя в 2021 году? Ну, мы, естественно, что ждем от реализации программ, это снижение смертности, да, то есть, потому что это вот одна из знаковых, один из знаковых показателей работы отрасли. Мы ждем, конечно, повышения доступности, повышения качества медицинской помощи, технологичности медицинской помощи, потому что в целом, конечно, вот в этом назрела необходимость. И, то есть, люди, конечно, видят, как развиваются технологии во всем, они должны развиваться и в здравоохранении, и вот благодаря реализации национального проекта мы считаем, что мы повысим технологичность медицинской помощи, качество и доступности. Наталья Валерьевна. Самое главное, наверное, сберечь здоровье наших граждан, наших жителей. Я приглашаю, призываю не забывать о своем здоровье, чтобы нам профилактировать все эти катастрофы, которые могут случиться, если мы не обращаем внимания на свое здоровье, и все-таки беречь свое здоровье и заботиться о нем. Ну что ж, на этой оптимистической ноте закончим нашу беседу. Спасибо вам большое, что пришли сегодня. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Напомню, сегодня мы обсуждали проект, региональный проект из Ставропольского края в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ.